В историко-мемориальном центре музея Гончарова в рамках проекта «Оживший музей» проводятся театрализованные экскурсии по музею. В каждом зале разыгрываются небольшие сцены из жизни старинного купеческого особняка, в котором родился всемирно известный писатель Иван Александрович Гончаров, автор произведений «Обломов. Обрыв. Фрегат. Паллада». Понятие музея – это что-то такое глобальное, такое монументальное. Мы решили, когда представилась такая возможность работать с детьми с ограниченными возможностями, создать такую экскурсию, которая бы, наоборот, оживила это пространство, наполнила его каким-то, может быть, живым пространством, потому что детям очень трудно объяснить, что было 200 лет тому назад. В сопровождении экскурсовода, участники экскурсий, среди которых бывают особенные дети и молодые люди с особенностями ментального развития, знакомятся с нравами, бытом, традициями семьи Гончаровых. Гостей встречают ожившие герои романов, великого земляка. Все роли исполняют молодые артисты с ментальными отклонениями, а также их родители. «Все наши артисты – это инвалиды первой или третьей группы. Вот представьте, что эти люди нашли в себе сил, возможности вырваться из домашнего пространства, из ограниченных условий. Вообще, такие люди очень сложно находят себя в жизни. А вот в условиях нашего проекта все наши 15 семей, которые к нам периодически приходят, у них появилась возможность не только общаться, они создали свой социум». За шесть лет существования проекта его участники, которые на первых занятиях просто молчали и всех боялись, теперь совершенно спокойно посещают другие музеи, театры. Более того, в этом году они сами предоставляют возможность другим детям познакомиться с творчеством такого взрослого автора, как Гончаров. «Этот проект нам дал долю счастья, я бы даже вот так сказала. Мы можем себя нарядиться красиво, можем показать себя, чтобы люди нас видели, не пугаемся и радуемся жизни». В планах музея проводить инклюзивные экскурсии ежемесячно для детей с ограниченными возможностями, с особенностями ментального развития реабилитационных центров, интернатов. Также сотрудники музея планируют выезжать с проектом «Оживший музей» в районы города и области, в учреждения, где находятся особенные дети. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.